Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. В одной из наших недавних программ мы рассказывали о том, как чистить легкие тем, кто курит или болеет с заболеванием бронхов и легких, или живет в условиях плохой экологии и вынужден дышать загрязненным воздухом. Помимо прочих методов, мы говорили о том, что легкие можно успешно чистить в том числе с помощью специального прибора, который называется небулайзер. В комментариях и письмах многие наши зрители попросили развить тему и рассказать, как правильно пользоваться этими приборами для очищения и лечения бронхов и легких. Мы решили выполнить эту просьбу и сегодня покажем вам, как лечиться с помощью небулайзеров. Мы покажем, как правильно подготовить прибор к процедуре, как проводить саму процедуру и расскажем о том, как не надо лечиться небулайзерами, то есть чего не нужно делать при лечении этими приборами. Но сначала несколько слов о том, в чём заключается преимущество этого метода лечения перед другими процедурами. Напомню, что небулайзеры – это относительно новая группа приборов для лечения бронхов и лёгких. Если упрощённо, принцип работы небулайзера такой. Вы заливаете специальную ёмкость этого прибора, какое-то лекарство в жидкой форме, и прибор преобразует это жидкое лекарство в мелкодисперсный аэрозоль. Вы через трубку или через специальную маску дышите этим аэрозолем, и лекарство в такой форме проникает в лёгких гораздо глубже, чем когда вы делаете обычную ингаляцию или паровую ингаляцию над кастрюлей с горячей водой. Соответственно, лекарства, которые вы применяете для лечения бронхов и лёгких, вы в этом случае можете применять в меньших дозах и с меньшим количеством побочных эффектов. Почему это важно? Предположим, вы заболели воспалением лёгких или инфекционным бронхитом, и врач для борьбы с инфекцией рекомендовал вам применять антибиотики внутрь, в таблетках или в уколах. Как вы понимаете, практически все антибиотики оказывают системное действие на организм, вызывают побочные эффекты. И чем выше доза антибиотика, тем сильнее различные неблагоприятные реакции. При этом антибиотик, принятый внутрь, влияет по сути на весь организм. А нам при бронхите или пневмонии нужно доставить его именно в бронхи или в лёгкие. Так вот, если подавать антибиотики через небулайзер, то он будет поступать прямо по месту назначения, в бронхи и в лёгкие. И значит, для такого лечения доза антибиотика потребуется меньше, и соответственно, меньше будут побочные эффекты. К слову, антибиотики через небулайзер можно использовать не только при бронхите и воспалении лёгких, но ещё и при трахеите, при катаральном и гнойном отите и при синусите. Рассмотрим ещё один вариант. Некоторым пациентам, которые болеют бронхиальной астмой, приходится пользоваться гормональными препаратами, которые помогают предотвращать или снимать приступы. Некоторые такие препараты тоже можно подавать через небулайзер. И в этом случае тоже потребуется меньшая доза лекарства, а значит, и побочные эффекты тоже будут меньше. Какие именно лекарства для лечения бронхиальной астмы можно использовать через небулайзер? Из гормональных препаратов это в первую очередь Будесанит, Польмикорт и Буденит. Кроме того, для лечения бронхиальной астмы или Хобл можно использовать специальный препарат. Сальбутамол, он же Венталин. Этот препарат даже выпускается в специальных ёмкостях в небулах для более удобного применения в небулайзерах. Конечно, использовать вместе с небулайзером все перечисленные препараты нужно строго по согласованию с врачом. И доза лекарства тоже должна подбирать ваш лечащий врач. Но вот что с помощью небулайзера можете сделать вы сами, это успешно почистить бронхи легкие с помощью обычного физраствора, который можно купить в аптеках за 3 копейки и который практически не имеет побочных эффектов. Такая процедура будет полезна тем, кто болеет бронхиальной астмой или Хобл, или неинфекционным бронхитом, или вообще часто болеет различными простудными заболеваниями. А теперь эксклюзивная информация. Есть такое неприятное заболевание, которое называется атрофический ренит. При этой болезни слизистая носа атрофируется и высыхает, нос внутри всегда сухой, и из-за этой сухости носа довольно трудно дышать через нос. Так вот, если какое-то время подышать физраствором через маску небулайзера, можно существенно облегчить состояние именно при атрофическом рените. Такая процедура с физраствором помогает при атрофическом рените примерно в 70% случаев уже за первые 3-4 дня лечения. А вообще курс лечения 2-3 недели, ну и возможно в будущем такой курс по необходимости надо будет повторять. При остальных видах хронического ренита эта процедура тоже может быть полезна при условии, что этот ренит, насморк, не вызван острой инфекцией. Переходим к практике. Скорее всего сейчас у вас возник резонный вопрос. В аптеках огромное количество небулайзеров от разных фирм. Какой именно небулайзер лучше выбрать? Сейчас, дорогие зрители, будет реклама. Но, надеюсь вы помните, что мы обещали рекламировать на канале только качественные и проверенные нами приборы и препараты. Итак, небулайзеры на апробацию для съемок нам снова предоставила фирма Bewell. Нашей команде понравились две модели. PRO-110 и MED-121. У них хорошее соотношение цена-качество. И главное, это надежные небулайзеры, которые при распылении дают больший процент мелких частиц аэрозоля правильного размера, около 3 микрон. И это важно, потому что крупные частицы лечебного аэрозоля, которые получаются при ингаляции через некачественные небулайзеры или ингаляторы, до легких даже не доходят, если дают в верхних дыхательных путях. Зато мелкие частицы аэрозоля с лекарством проникают глубоко в легкие. То хорошо для эффективного лечения. Так вот, представленные в видео небулайзеры фирмы Bewell дают высокий процент респирабельной фракции. Более 75%. Небулайзер модели PRO-110 практически профессиональный. Он позволяет проводить быструю интенсивную ингаляцию, что важно для лечения взрослых, у которых вечно не хватает времени. Модель PRO-110 стоит сейчас, в 2018 году, примерно 2-2,5 тысячи рублей. Модель МЕД-121 чуть дороже. Стоит этот небулайзер на 2018 год примерно 2,5-3 тысячи рублей. Небулайзер модели МЕД-121 работает тише, чем многие другие аналоги. И это важно для лечения детей, потому что ребенка при, скажем так, проведении процедуры можно отвлечь одновременным просмотром мультфильмов. Еще в модели МЕД-121 регулируется скорость распыления. И это важно для лечения ослабленных больных и для лечения совсем маленьких детей. Теперь переходим к самой процедуре. Как правильно пользоваться прибором? Перед первым применением небулайзера производитель рекомендует обработать все детали прибора, через которые вы дышите. Пластмассовую емкость для лекарства рекомендуется разобрать, и все эти пластмассовые детали нужно опустить в кастрюлю с кипящей водой, кипятить примерно 5 минут. Мягкие детали, например, трубку и маски, рекомендуется промыть теплой проточной водой. После того, как вы промыли все детали, можно какое-то время включить прибор в холостую, чтобы продулась трубка. Теперь, когда мы прокипятили, обработали все детали, нужно заново собрать емкость. Залить сюда лекарства, здесь есть специальная метка. Подсоединяем трубку. И дышим либо через муштук, либо через маску. Дышать физраствором при проведении этой процедуры нужно примерно 5 минут. Важно помнить, что при дыхании через небулайзер нужно сидеть ровно или наклониться чуть вперед. Обратите внимание, что при проведении этой процедуры из муштука или из маски идет не пар, а именно мелкодисперсный аэрозоль. В модели МЕД-121 интенсивность подачи аэрозоля регулируется специальным клапаном. Процедуру мы проводим в течение 2-3 недель, 1 раз в день. И что делать теперь после процедуры? Конечно, лекарства из емкости нужно вылить. А перед каждым следующим применением вот эти детали нужно обрабатывать заново. То есть, пластмассовые, пластиковые детали прокипятить, а гибкие детали промыть. В завершении темы предостережение деблазерами нужно пользоваться правильно. Пожалуйста, не экспериментируйте с лекарствами. Не надо заливать в емкость никакие травяные отвары, настойки, растворы, содержащие взвешенные частицы, масла и прочее. Только согласованное с врачом лекарство или физраствор. В противном случае можно и прибор испортить, и здоровью навредить. И, конечно, внимательно читайте инструкции к прибору, инструкцию к лекарству и строго соблюдайте рекомендации врача. Дорогие друзья, на сегодня это почти всё. Как всегда, мы просим вас оставлять в комментариях под видео свои отзывы, какое лечение вам помогло, какое нет и какие ещё темы вас интересуют. Да, и в описании под видео будут ссылки на полезные статьи и на передачи по теме заболеваний бронхов и лёгких. Смотрите, читайте. И это на сегодня всё, дорогие друзья. подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!